Разнообразие растений. Узнаем, на какие группы ученые делят царство растений. Будем учиться классифицировать растения, определять их с помощью атласа-определителя. Вспомни, чем отличаются друг от друга деревья, кустарники и травы. Назови несколько лиственных и хвойных деревьев. Какие растения называют дикорастущими, а какие культурными. Наверное, тебе приходилось слышать выражение «растения – зеленая одежда земли». И действительно, на земле почти повсюду есть представители этого царства живой природы. Зеленый наряд делает нашу планету удивительно красивой. Используя рисунок, на странице 72 докажи, что растения очень разнообразны. Наука о растениях называется ботаникой. Это один из разделов биологии. Ученые-ботаники делят царство растений на несколько групп. Познакомимся с группами растений и найдем их представителей на рисунках. Водоросли. Жители воды. Одни из них так малы, что рассмотреть их можно только в микроскоп. Другие имеют вид тонких шелковистых нитей зеленого цвета. Третья, например, морская капуста, похожа на длинные бурые ленты. Мхи. Растут во влажных местах. Они имеют стебли и листья, но у них не бывает корней, цветков и плодов с семенами. Папортники. Легко узнать по красивым листьям, похожим на большие перья. Кроме листьев, у папоротников есть корни и стебли. Цветков, плодов и семян у них не бывает. Хвойные растения. Это сосна, ель, можжевельник и другие. Хвоинки. Это их листья. У хвойных не бывает цветков и плодов. На месте плодов у них шишки, в которых и созревают семена. Цветковые растения. Такие растения, у которых есть цветки и плоды. Они имеют и все другие части. Корни, стебли, листья. Эти растения наиболее разнообразны. Определите, к каким группам растений относятся. Роза, лиственница, морская капуста, клен, кедр. Придумайте подобное задание для своих одноклассников. Проверьте, научились ли они классифицировать растения. В какой группе растений много видов? В каждой группе растений много видов. Что же такое виды растений? Рассмотрите рисунок. На нем показаны растения следующих видов. Одуванчик лекарственный. Подорожник. Одуванчик лекарственный. Подорожник большой. Клевер красный. Обратите внимание на то, что каждый вид имеет название, состоящее из двух слов. Такие названия им дают ученые. А мы в повседневной жизни чаще называем растения просто. Одуванчик. Подорожник. Клевер. Растения разных видов не похожи друг на друга. Зато все растения одного вида очень сходны. Посчитайте, сколько на рисунке растений каждого вида, а сколько всего растений показано. Проверьте себя на страничках для самопроверки. Прочитайте текст. Используйте полученную информацию при характеристике групп растений. Ученым известно более 250 тысяч видов цветковых растений. Около 100 тысяч видов водорослей. Мхов на свете около 20 тысяч видов. Папортников более 10 тысяч. От водхвойных всего около 600 видов. Определите с помощью атласа-определителя 2-3 растения в классе, в других помещениях школы или возле школы, по вашему выбору. Проверьте, правильно ли вы определили растения другие ребята. Проверь себя. Перечисли группы растений, изученные на уроке. Какие особенности имеют растения разных групп? Приведи примеры различных видов растений. Царство растений очень разнообразно. Ученые делят его на несколько групп. Среди них водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. В каждой группе растений много видов.